Ребят, привет! Сегодня видео сразу о нескольких хороших вентиляторах. И это вентиляторы от фирмы Noctua. Самые новые вентиляторы, которые только-только вышли. Все вы, наверное, прекрасно знаете, что в начале мая фирма Noctua анонсировала самые последние передовые вентиляторы. Они, наконец, приехали ко мне. И я попробую разобраться, так ли это или нет. Получилось, что ко мне приехало сразу три разные модификации. Это Noctua NF-A12-25. Существует три модификации. PWM, FLX, ULN. В чем отличие? Это в количестве оборотов. Каждый вентилятор обладает своими свойствами и разной комплектацией. Это же Noctua. Это вот так вот. Это Noctua. Это Noctua. Ладно, это Noctua, да, и проводочек достаточно короткий, как вы видите. Короткий, но в комплекте есть всякие вот такие штучки. Вот это, например, вы можете подключить через один коннектор сразу два вентилятора. Вот это с резистором. Вот, почему неудобно. Да, вот это с резистором. То есть с понижающим резистором он понижает. И вот такой в комплекте еще есть удлинитель. Во. Вот такой вот удлинитель. Так, и идет вот такая вот еще штучка, которая позволяет, гасит вибрацию. Плюс есть в комплекте вот такие вот прекрасные гвоздики. Они силиконовые, резиновые, как угодно можете их называть. И элементарно можно ими закрепить. Четыре пина автоматически регулируется. Либо системой, либо вы можете самостоятельно указать в биосе, насколько вращать этот вентилятор. Опять же, резиновая штучка, резистор. Ого, уже другой. Здесь идет в комплекте переходник Mulex 4 пина на 2 пина. И удлинитель, и резистор, как я уже говорил. Вот такой вот комплект в этом варианте. Тоже понижающий резистор. Три пина с Mulex на 2 пина. Опять же, стандартная длина. И удлинитель. И опять же, гвоздики резиновые. Но, ребят, вот этот кулер, он самый тихий. Вот просто самый тихий. У него максимальное количество оборотов. Очень маленькое. И из-за этого он очень тихий. Что вы еще должны знать об этих вентиляторах? Крыльчатка этих вентиляторов изготовлена из жидкокристаллического полимера. Называется он стерокс. Я не буду вдаваться в подробности. Отличие такое от обычной пластмассы. Меньше деформируется при нагреве. И обладает такими свойствами, что более низкие вибрационные свойства. То бишь, когда очень быстро вращается вентилятор, все-таки края лопастей вибрируют. А этот пластик нет, не вибрирует. Также у этих вентиляторов минимальное расстояние от лопасти до стенки. Что позволяет снизить обратное давление. И тем самым вентилятор меньше заметен по звуку. Я подумал, как же можно все-таки протестировать эти вентиляторы. Решил попробовать вот такой метод. Беру CNPS 10 Zalman. Этот радиатор с пятью тепловыми трубками. И по очереди тестирую каждый из этих вентиляторов. Для сравнения я еще беру Corsair. Вентилятор, который я снял с корпуса Corsair. И я проведу тест на своей системе. Процессор 5930 в разгоне до 4,2 ГГц. И сравниваю результаты. Все мои записи, заметки сейчас на вашем экране. Corsair'овский вентилятор. Я, к сожалению, не могу сказать точно модели. Этот вентилятор я скрутил из корпуса Corsair. Получились следующие результаты. 76 градусов при скорости вращения вентилятора 1535. Стандартная температура от 41 градуса до 76. Noctua 4 пина PWN. 74 градуса. Максимальная скорость вращения 2011. Поставил резистор. 1700 оборотов. Температура повысилась до 76 градусов. Следующая модель Noctua 3 pin ULN. По умолчанию 1200 оборотов. Температура, конечно же, выросла. Меньше оборотов, меньше объема воздуха проходит через радиатор. Температура выше. 1200 оборотов 87 градусов. С резистором 821 оборот. Температура градусов 90. И, честно скажу, процессор начал троттлить. Вентилятор 3 пина FLX. Стандартная скорость вращения 2000 оборотов. Температура 71 градус. При установке резистора 1700 оборотов 75 градусов. Ну что, ребят, время безумных экспериментов. Итак, вы как прекрасно видите, сейчас я взял лабораторный блок питания, из которого я подам полную нагрузку на вентилятор Noctua 4-х пиновый. Вы видите, вот здесь лежит китайский шумомер, который постоянно меняет цифру. Это говорит о том, что вот такой у меня шумовой фон. Вот. Сейчас лабораторный блок работает. При этом вот такой шум издает этот блок питания. 47-49, да? То есть это шум с блоком питания. Теперь эксперимент, какой фон без блока. 38-39. Итак, наша задача выяснить, сколько же добавляет этот фон звук от самого вентилятора. Ну, чуть-чуть больше дал. Вот такой загрязненный фон у меня. Вентилятор прибавил, как я понимаю, всего лишь 4 децибела. Но это очень мало. Теперь я просто поставлю камеру перед этим вентилятором, чтобы вы насладились, какой звук издает этот вентилятор. То есть вы услышали. АСМР. АСМР. А вот так работает вентилятор, подключенный к компьютеру, и компьютер находится в небольшой нагрузке. Очень сложно дать оценку очень качественному продукту. Если говорить о качестве, ну, я просто показал, как это все действует и как это работает. Сумасшедшее качество, сумасшедшая производительность. Понятно, что если вы накрутите этот вентилятор на какой-то дополнительный радиатор, который будет охлаждать очень горячий процессор и выставить очень маленькие обороты, то процессор у вас просто перегреется. Вы, наверное, спросите, а какие минусы? Ну, вы знаете, вот какие минусы я бы хотел отметить. Наверное, самый главный минус этих вентиляторов это цена. Честно, я не знаю, сколько они стоят, я еще не гуглил. Но я знаю, что это премиум класс вентилятор, и он будет стоить очень дорого. Еще один минус, знаете, ребят, какой я обнаружил? Очень маркий пластик. Ой, очень маркая резина. Резина, которая идет на углах, дополнительная вот эта рамочка, гвоздики, очень маркая. Почему я так говорю? Ну, потому что, вы знаете, наверное, она запачкалась, когда я использовал вентиляторы при съемке на улице. Ну, пыль пристала. Ну, я там на поребрик поставил вентилятор. Ну, только в песок не бросал. Ну, я же понимаю, что песочек сразу прилипнет. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать про эти вентиляторы. Все ваши замечания, комментарии, предложения оставляйте внизу под видео. Также можете поделиться в группе ВКонтакте. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok